В Тюмени прошел 22-й Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка, в котором пенели участие сотрудники аппарата уполномоченных из 80 регионов России, а также представители федеральных и региональных органов власти, эксперты в сфере детства. О чем говорили на дискуссионных площадках съезда, какие проблемы обсуждали, мы попросили рассказать уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Марию Алакаеву. Мария Юрьевна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какова была главная цель прошедшего съезда, какие проблемы обсуждали уполномоченные по правам ребенка в Тюмени? Главная цель, которая была поставлена перед нами, перед спикерами, для того, чтобы семьи и уполномоченные по правам ребенка стали друзьями, для того, чтобы мы побольше узнали про семьи, для того, чтобы семьи побольше узнали о нас. Обсуждались, я думаю, что всегда актуальные темы. Это темы жилья. Очень интересна была практика общения с подростками школ города Тюмени. Кроме того, были подняты вопросы участия НКО в некоммерческих общественных организациях, в деятельности по работе с семьями, по взаимодействию с уполномоченными по правам ребенка. Кроме того, был затронут очень важный вопрос, касающийся семейных споров и роли уполномоченных в решении семейных споров. Особенно для меня, как для уполномоченного, был интересен опыт, когда организаторы мероприятия, несмотря на то, что это съезд уполномоченных, объединили, перемешали вместе подростков города Тюмени и уполномоченных в субъектах Российской Федерации. До сих пор впечатление положительное о детях, умные, вдумчивые, аргументирующие каждое свое слово. Ребята, которые знают, кем они хотят работать, на кого они будут учиться. Ребята, которые, что меня обрадовало, понимают, самое главное, понимают, что семья — это важно, что без семьи жить человеку очень сложно-невозможно, что у человека семья должна быть на протяжении всей жизни. Сначала семья, в которой он родился, затем, которую он сам создал. Но знаете, что было очень интересно? Нам поручили после обсуждения разными инструментами тех или иных вопросов, ребятам поручили, предложили нарисовать путь человека, стратегию жизни человека, а уполномоченным наблюдать за этим и сделать определенные выводы. Что решили ребята? Первый пункт — это когда в садик, школа, затем поступление в ВУЗ. Что меня заинтересовало, ни разу не прозвучало слово колледж или же училище, это ВУЗ. Затем после окончания ВУЗа — работа, долгие отношения, создание семьи и рождение ребенка. Где-то к 35 годам покупка своего жилья, 40 лет — это старость, внуки, смерть. Тут у старших коллег, конечно, это вызвало умиление и смех. Затем ребятам объяснили, что присутствующие здесь, ну скажем так, постарше этих 40 лет, и вроде живы, здоровы, у некоторых внуки есть. Но что меня поразило? Меня поразило то, что ребята не рассматривают вариант, что можно одновременно учиться, работать и создать семью. То есть для них это какой-то линейный процесс, а не то, что можно объединить. Затем все мы, коллеги, почувствовали, что у детей, и это вполне, наверное, понятно, существует определенный страх. Смогу ли я обеспечить своего супруга, свою супругу? Сможем ли мы обеспечить детей? Есть определенный страх многодетства, то есть звучал один-два ребенка, не более. Есть страх, могут ли совместить, скажем, не помешает ли карьера созданию семьи? Ну это вопрос больше, конечно, у девочек возникал. И здесь мы, как уполномоченные, увидели свою еще одну задачу рассказывать о том, что в нашем государстве, детям рассказывать о том, что в нашем государстве создается очень много мер поддержки для как молодых семей, для молодых мам. Это в плане жилья. Есть у нас программа «Молодая семья», есть семейный кредит. Далее очень важно говорить о том, что поддерживается финансово рождение детей, что есть ряд, скажем так, мер поддержки, которые облегчают жизнь и поддерживают молодые семьи. Важно, чтобы дети знали об этом, важно, чтобы они, как будущие родители, могли рассчитывать на это. Также важна еще другая тема, которая затрагивалась. Это вопрос семейных споров на судебных, досудебных и исполнении судебных решений на этих стадиях. Очень часто к уполномоченным, как и в субъекте, так и к Марии Алексеевны Львову Беловой обращаются родители, которые не могут договориться о том, где будет ребенок после развода проживать. Либо не могут решить, каким образом выстраивать взаимоотношения между родителями, с тем, с которым ребенок не живет, и с тем, с которым будет проживать. К сожалению, это очень травматично для ребенка в первую очередь. И здесь уполномоченные обязательно, в приоритете уполномоченного это благополучие ребенка, ну и естественно, чтобы родители могли друг с другом договориться. Важно, что организаторы нашего съезда рассказали нам о том, что есть эти три стадии, рассказали о том, какие проблемы возникают еще, помимо того, что мы знали. И важно, что аппаратом уполномоченного в сотрудничестве с субъектовыми уполномоченными будет разработан специальный алгоритм, который позволит нам проработать данные вопросы эффективнее, быстрее и с наибольшей пользой для семей и, в первую очередь, для детей. О чем менее мы поговорили, теперь я предлагаю вернуться все-таки в нашу Карачево-Черкесию. Скажите, какие инструменты существуют в аппарате уполномоченного по правам ребенка в нашем регионе, чтобы защищать семьи, о которых мы так много сегодня говорим? Очень много работы проводится с семьями. Органы исполнительной власти, министерства и ведомства вносят свои вклады в развитие семьи, в поддержку семьи. С нашей стороны, уполномоченный по правам ребенка всегда открыт для детей и, естественно, для семей. Очень важно знать, что к уполномоченному можно обратиться как лично. Наш адрес Красномейская, 52, город Черкесск. Мы работаем с 9 до 6, перерыв с часу до 2. У нас всегда, каждый день проводится прием специалистов. Уполномоченный также встречается лично с заявителями. Это один из способов обращения. Кроме того, для того, чтобы удобнее было семьям, могут обратиться по телефону, могут обратиться по электронной почте. Также у нас сейчас существует сообщество в социальной сети ВКонтакте. Можно написать сообщение в это сообщество. То есть максимально создаем все условия, чтобы семьи могли обратиться к нам. Есть также еще и интернет-приемная. На сайте уполномоченного по правам ребенка в Карачао-Черкесской республике есть специальный раздел, где можно оставить свое обращение и, естественно, на него ответить. Что важно? Важно то, что иногда заявитель не хочет говорить о том, кто он, не хочет оставлять по своим темным соображениям, не хочет оставлять контакты. Но ему важно сообщить о неблагополучии либо ребенка, либо семьи. Данное обращение также рассматривается. Мы обязательно реагируем на каждое сообщение и делаем соответствующие выводы. Скажите, Мария Юрьевна, а как часто обращаются к вам дети, родители? И с какими проблемами чаще всего? За 2023 год к уполномоченному было 320 обращений и устных, и письменных. Обращаются дети, родители, родственники детей. Даже бывает, что обращаются соседи или же специалисты, которые работают в системе детства. Это могут быть учителя, директора школ, это могут быть педиатры, врачи. То есть все те, которые понимают, что то, что происходит с ребенком, это не норма. Что ребенок либо в опасности, либо в будущем может произойти беда с ребенком. Кроме того, по каким основным вопросам? Это касается вопроса образования, вопроса здравоохранения, вопроса личной безопасности ребенка. Реже, конечно, к нам обращаются сами дети, но, к сожалению, бывают такие ситуации, когда ребенку уже некому обратиться за помощью в своем окружении, кроме как к уполномоченному. Не говорю, что это каждый день, но и такие ситуации бывают. Мария Юрьевна, а скажите, насколько обеспечена конфиденциальность, если ребенок захочет к вам прийти или позвонить, потому что многие дети наверняка обратились бы к вам, но боятся, что об этом узнают и близкие родители. Важно всем ребятам знать, что по какому бы вопросу они ни обратились, это останется между уполномоченным и ребенком, и все действия, которые будут предприниматься в отношении ребенка, в отношении защиты его прав, будут согласованы с самим несовершеннолетним. Важно, что информация будет конфиденциальная. Ребенок даже... Были ситуации, когда приходили сюда дети, они имеют право не называть свое имя, они имеют право не говорить, в какой школе они учатся. Они могут поделиться своей проблемой и получить консультацию как у полномоченного, так и специалистов, юристов, работающих, обеспечивающих деятельность у полномоченного. Кроме того, хочу сказать, что в Корчаевской детской республике работает детский телефон доверия. Что важно? Анонимный, бесплатный, круглосуточный. Ребенок или же родители в отношении проблем его детей могут позвонить и посоветоваться, что делать в той или иной ситуации. По телефону им ответят психологи. Информация, опять же, конфиденциальная, останется только между заявителем и, соответственно, специалистом. Важно озвучить номер телефона 8 800 2122. Важно сказать подросткам, что на телефоне доверия нет определительного номера. Их номер телефона никто не узнает. Их никто не поругает за то, что с ними случилась старинная ситуация. Им максимально помогут, поддержат. И если нужно вмешаться в других структур, это будет согласие самого ребенка. Вот это важно озвучить. И, наверное, последний вопрос, Марина Юрьевна. Мы знаем, что 2024 год, он объявлен президентом нашей страны годом семьи. И в связи с этим, скажите, какие мероприятия будет проводить аппарат, уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесии? Какие приоритетные задачи стоят перед вами? Наш субъект, Карачаево-Черкеская республика, так же и как вся страна в этом году проводит год семьи. Естественно, так же и в регионе есть региональный план мероприятий. И уполномоченным были внесены свои предложения, которые были поддержаны и включены в план. Что для нас важно? Нам важно проводить юридические консультации для всей семьи. То есть есть возможность обратиться к нам не только кому-то, из членов семьи, но и вся семья может прийти и обратиться за помощью. Мы планируем в рамках празднования 15 мая Всемирного дня семьи проведение недели юридической помощи семьям. В любой день, в любое время к нам могут обратиться семьи за юридической помощью и поддержкой. Также подобные мероприятия будут проводиться в рамках празднования 8 июля Дня семьи и любви и верности. Также будет проводиться неделя юридической помощи семьям. Что для нас еще важно? В прошлом году у нас уже был опыт проведения творческих конкурсов. Это был конкурс фотографий папа и ребенок. И в этом году мы также решили провести фотоконкурс, в котором будут приглашены для участия все семьи Крачаева Черкесской Республики. Почему для нас это важно? Потому что фотографии часто запечатляют не те случаи, с которыми мы привыкли работать негативные, а наоборот, это когда семья счастлива, когда у них или хорошее мероприятие, или хорошее событие. И нам очень приятно будет, если семьи поделятся с нами, но мы их поддерживаем небольшими подарочками, знаками внимания. Кроме того, очень важно, что мы планируем проводить также совместные мероприятия и с другими ведомствами, министерствами, органами исполнительной власти. То есть всем вместе объединиться и действительно реализовать самые качественные, самые масштабные мероприятия как празднование Года Семьи. Ну что ж, Мария Юрьевна, Вы выполняете очень важную и нужную работу. Удачи Вам во всех Ваших начинаниях. Спасибо большое.